привет сегодня наконец-то пришла очередь приготовить рецепт моей подписчицы лидии момент это тыквенный десерт но к этому рецепту я чуть-чуть добавила своего а вообще рецепт от а до я полностью лиден как я его готовила что получилась вот такая красота смотрите видео необходимо 300 граммов тыквы я ее натру на мелкую терку 220 граммов муки 150 граммов сахара две столовые ложки сметаны два яйца 18 граммов разрыхлителя цедра лимона но меня лайм и щепотка соли сейчас первое что я делаю я 300 граммов тыквы натираю на мелкую терку и здесь цедра видите вот она на ту же самую терку пока это в сторону сейчас я буду и вы быстренько два яйца и взбиваю миксером до увеличения в объеме с сахаром все это очень ничего не разделяю яйцо целиком смотрите видите как хорошо взбилось яйцо этого достаточно теперь сюда добавляю сметану две столовые ложки начинаю вымешивать потихонечку вмешиваю сметану сюда духовку включите 180 градусов мы будем выпекать поэтому должна быть нагрета и подготовьте форму теперь добавляем сюда разрыхлитель у меня разрыхлитель смотрите пакет 16 граммов а нужно 18 то есть два грамма я еще сюда добавлю этот разрыхлитель немножечко желтый потому что видите шафраном хотя в это меня просто другого нету в этот рецепт не нужно цвет тыква даст прекрасный прекрасный цвет теперь добавляю сюда просеянную муку которую меня вот здесь есть можете частями обязательно просеянной эти 20 граммов муки и вот у сейчас половина муки я добавлю сюда тыкву наверное знаете что я сделаю вот это будет лучше сюда высыпаю тесто я вам скажу что я посмотрела рецепт как готовила лидия и вот что зачем сейчас повторяю а все остальное там уже добавки какие-то это вы можете делать сами что вам понравится вмешиваю тыкву сюда и муку которая у нас осталась так я взяла такую форму смазала ее маслом сливочным и чуть-чуть притрушу мукой чуть-чуть я сюда его поставлю уж у меня замок немножко сломался так высыпаю сюда тесто 180 градусов 40 минут отправляю в духовку запекается наш пирог приготовим такую заливочку это все по рецепту то что я шапку сделаю там творожную сливочную это уже говорится мой плюс а вот это все по рецепту 100 граммов воды сок с одного лимона у меня лайм и 150 граммов сахара проварить это три минутки и такой вот такая пропитка будет готова так сахар и выдавливаю сок она на огонь сила 350 граммов творога девяти процентного и сюда сейчас можно конечно взбить отдельно потом соединить вот такие вот сливки они очень они уже сладкие вкусные сейчас вот секундочку пока 100 миллилитров сахар пока не добавляю потому что если у вас обычные сливки или не кислая сметана можно это все сделать тогда сахар по вкусу все и погружным перебиваю в однородную пасту как маскарпоне вот такой по сладости смотрите все то есть никакой добавки здесь не будет если у вас например творог и вы добавили сметану или вы добавили сюда просто молоко чтобы сделать такую структуру можете развести желатин и добавить сюда желатин чтобы оно было более плотно я этого делать не буду и сладость сильно я не вывожу по вкусу я сахара ни грамма не добавляла почему потому что сливки у меня сладкие и я не хочу потому что сам наш сама основа будет сладкая потому что пропитка вы видели на 100 граммов воды 150 граммов сахара 40 минут прошло я попробовала готов достаю пирог вот такая красота смотрите я колола палочкой пробовала на готовность и еще поколю палочкой чтобы вот в эти дырочки этот сироп который мы сварили вот он чтобы он хорошо зашел особенно тут по краешкам пахнет именно цитрусовым беру лужи то можно и так прямо пролью и пусть немножечко подостынет сам пирог и потом сверху вот на этом этапе закончится сейчас сироп рецепт заканчивается автора лидии момент ну а мы немножко добавим сюда еще дорожной сливочной массы когда не бойтесь то вроде как бы много даже вот здесь вот на стеночках все корж вот этот сироп корж весь весь впитает все я весело ли не бойтесь лопаткой так пройдите чтобы видите меня она качается не плотно чтобы пирог отошел тепленькое и наносим все вы кушаете так присыпаете там присыпкой или какао или чем-нибудь или пудрой кушаете так ну а я коль у меня творожок значит я делаю творог и все выкладываю и пусть полностью остывает сейчас нужно попробовать и я думала видео у меня в самом начале у меня поломался вот этот вот замок я смогла раздвинуть форму высыпать сюда тесто но сейчас я не могу раздвинуть форму чтобы достать оттуда пирог поэтому прямо здесь отрежу кусок и мы с вами попробуем к рецепту не имеет никакого отношения вот я сейчас отрежу кусочек и попробую как-то достать еще еще порует еще теплый порвала чуть-чуть но не страшно это алочка виновата ну что хорош кусок я конечно как говорится отхватила да смотрите и давайте попробуем это я просто меня нет в этом году красной смородины синяя смородина но я хочу попробовать сам творожный я знаю какой на вкус это эта масса давайте попробуем вот тыквенную смотрите какая она влажная какая она красивая какая она ароматная эта масса именно тыквенная пробуем вкусно прямо знаете как как пастила как сладкая тыквенная пастила ну и теперь с творожком попробуем знаете вот этот творог погашает сладость сиропа и очень хорошо сочетается спасибо большое лидочка за такой классный рецепт не знаю может его этот рецепт уже тысячу раз готовят но я вот увидела меня заинтересовала приготовила одну глупость формой упорола но это не страшно вы все сделаете вас все будет на пергаменте достанете и все будет хорошо меня так я не расстраиваюсь самое главное что это вкусно полезно и недорого до свидания до новых встреч божаю вам здоровья мирного неба и всего-найкращего до побачения до новых встреч